Привет! Меня зовут Катя Попова. Сегодня я напишу и расскажу о прекрасном драматурге, педагоге, режиссёре Вадиме Ливанове, основатель Тольяттинской школы драматургии, человеке незаурядного во всех отношениях. Наше знакомство началось до того, как мы реально познакомились, и это достаточно интересно. Я была в Петербурге, и мне приснился сон, что я нахожусь в большом дворце, достаточно сером и тёмном, но в то же время освещенном, и иду по нему, по центру, по дорожке, и вижу в конце человека, сидящего на троне. И меня прям тянет к этому человеку. Я иду, рассматриваю стены собора, какие-то трудные элементы, подхожу ближе, и вижу короля невероятной красоты, но из камня. Он вырублен из камня и сросся со своим троном. Я подхожу к нему, вижу за его спиной тень в виде чёрной птицы, которая в какой-то момент взлетает вместе с ним и исчезает. Через некоторое время изменяется ситуация, я уже нахожусь на крыше этого собора, вижу перед собой некую страну, и сижу с этим человеком, он поворачивается, улыбается и улетает. Вот такой вот сон, достаточно, очень красивый, очень насыщенный элементами архитектурными, прям вот, которые я явно видела, очень чётко. Через некоторое время приезжаю в Москву, и звонит мой брат, и говорит, «Катюша, давай встречаться, сейчас проходят интересные события, любимов, корресёр, такой фестиваль драматургический, и там интересные люди приезжают». Я приезжаю, ищу глазами Андрея, вижу, стоит он, и рядом с двумя людьми, причём один из них на инвалидной коляске. Подхожу ближе, и в этой инвалидной коляске я вижу вот этого короля, который я видела во сне, вот просто, да, действительно, нереальной красоты, какой-то человек сидит сияющий, просто полубог. Я подхожу, здороваюсь, и Андрей представляет некой познакомься, это Вадим Ливанов, драматург. Рядом с Вадимом, ты вот уже очень красивый человек, оказался это драматург Вячеслав Дурненков, его друг, соратник, помощник. И мы начинаем разговаривать, и я прям не понимаю, что делать, потому что очень хочется рассказать сон. Тоже мой человек, который я только что познакомилась, достаточно странно говорить, вот знаете, я три дня назад видела сон, и вы там были королём, сидели на троне, вообще были из камня. И я решила, что надо вообще как-то сначала подружиться, пообщаться с этим человеком, а потом, может быть, так аккуратно рассказать свой сон. Вадим уехал в Тольятти, мы переписывались, и я решила найти, в какой же эпохе жил этот король, и окунулась в историю. Чтобы разгадать личность короля, я стала детально вспоминать собор, по которому гуляла во сне. Это, конечно, было раннее Средневековье, монументальное сооружение, по всему замку были следы римского великолепия, сильное влияние Византии, бронзовая медведица, я помню, стояла в одном из коридоров, как символ власти, ну и, кстати, символ России, черный орёл, символ Германской империи, античные колонны, мозаики с растительными мотивами и райскими птицами. Покапелла, по которой я шла, она имела два уровня, и трон находился на втором уровне, на уровне алтаря Христа. Представляете, король находился, сидел на одном уровне, не Христом, ого, вообще. И вот все вот эти вот улики, да, вот эти все детали привели меня в Ахенский замок короля Карла Великого. Это, конечно, было потрясающее открытие, потому что, когда я увидела портрет Карла Великого, я поняла, что это Вадим, он просто даже внешне походил на него, но какова личность Карла, это что-то невероятное, мистическое. Итак, немножечко расскажу о Карле, и вот я вот уже портрет стал трансформироваться, сейчас пришел в такую стадию, Итак, после падения Рима, последнего из Цезаря, у стран Запада снова появился император Карл Великий. В 800 году, в день Рождества Христова, 24 декабря, папа Адриан I короновал его как короля франков, назвал покровителем Рима и королем Италии, помазал его велием, как божьей милости, нового правителя. Своим мечом Карл создал огромную империю, потомка он стал известен как отец Европы. Легенды рисуют его непобедимым воином, который десятилетиями вел свои воины, не покидал седла. Историки пишут, что он мог бы несколько раз обогнуть земной шар, великий воин и мудрец. Он собрал при дворе величайших умов своего времени. После веков варварства вновь расцвели наука, искусство. Карл – это какое-то воплощение, величие, человек без изъяна. В 1165 году, это уже практически сто лет после правления Карла, была произведена самая необычная канонизация в истории Европы. По воле Фридриха Барбароссы его признали святым. Мифы и сказки, легенды окутали всю жизнь Карла. Описывают, что у него были большие живые глаза, огромный рост. Он был, по-моему, даже 192 сантиметра. Он был велика для этого времени, потому что в те времена, если помнить, до рыцарства все, оно очень маленькое, низенькое. Представляете, как он выглядел, когда находился среди своего бойска. И, возможно, его уже и при жизни начали называть великим. Может быть, из-за его роста, даже из-за этого. Говорили о нем, что он владыка ста замков, Карла неповедимая. У него было шесть жен и множество любовниц. О его любвеобильности ходили легенды. И даже его личный историк не смог припомнить всех имен всех его женщин. Он строил школу для своих подданных. Создал шрифт, благодаря которым пользуются и сейчас для печатания книг. Проводил ночи без сна, усовершенствуя свое писание. Вообще удивительно, он искусно владел мечом, но историки говорят, что он не настолько был образован, он всю свою жизнь стремился к образованию, всей своей жизнью. Я думаю, что он в душе, наверное, немножечко мечтал о стезе писателя. Отдельно скажу, так как я люблю оружие, расскажу о мече Карла Великого. Легенда утверждает, что в рукоять меча Карла Великого было сделано легендарное копье Лангина. Считается, что Жуаеса, его так называли, радостный меч, являлся одним из легендарных четырех мечей власти. Существует вообще романтическая легенда о том, что это меч вообще вождя гунов Аттилы, предание, которое уходит еще своими корнями в скисскую традицию, в скисскую древность. Этот меч называли божественным, небесным. Кто владеет им, владеет миром. Он непобедим. По преданию, он вообще упал с неба. Мне, конечно, не терпелось поделиться все, что я узнала о Карле с Вадимом. Но я боялась, что он просто рассмеется надо мной и скажет, ну, девушка, вы что-то замечтались вообще, о чем вы? И вот в один прекрасный день, Вадим позвонил, сказал, что в Москве, говорит, Катюша, давай встретимся. Я приехала на встречу и видела Вадима. И мне он показался таким сияющим, красивым. Вот что-то невероятное совершенно. Я от подобных мужчин вообще в жизни не встречала. Просто хотелось даже дотронуться до него. Может, конечно, то, что я все это время читала про Карла и соединила его личности и Карла, и Вадима, но он реально был прекрасный, необыкновенный. От него прямо исходило что-то запредельное, красивое. И я прямо поняла, что да, вот он, Карл Великий, это Гроссы, Шарлемани. И пусть думает обо мне все, что хочет, я расскажу ему все, что знаю о нем. И рассказала. Ну, Вадим удивительно улыбнулся, но не удивился. Сказала, что личность Карла его всегда очень интересовала, и он очень много читал, и знает о Карле практически все. И об этом времени, величии династии Каролингов. И еще он сказал, что его душа также каким-то мистическим образом связана с Чеховым. Он говорит, вот если бы мне кто-нибудь про Чехов рассказал, ну, я говорю, Чехов мне не снился, увы. Вот я, однако, дописала портрет Вадима, и он, конечно, очень простой, очень сложный, многослойный, потому что хотелось передать его душу, а все, что связано с его душой, это огромный мир, неповторимый мир. И здесь я немножечко расскажу, да, потому что здесь, в принципе, получается его душа, да, и как бы несколько наслоений, да, то есть есть меч, это как дух, да, который внутри него мощнейший дух. Сам Вадим в его любимой шапочке, что у него там с крестами была, Карл Великий, я считаю, что это Вадим, да, птица как душа, медведица, круги времени, книги, подпись Карла, подпись Вадима, и тут еще можно много-много чего найти, в общем, да, карта Франции, здесь карта, все, что находится рядом с Тольятти, в общем, картину хочется рассматривать много-много, потому что душа Вадима, она огромная, она многоплановая. Интересная вещь, по скандинавской легенде говорится, что когда наступят последние времена, на земле соберутся все боги и герои, чтобы вступить в последнюю битву. И, вы знаете, я думаю, что вот эти последние времена, они сейчас наступили, мы живем у них, они сложные, непростые, но какое счастье, когда на перекрестках вот этих времен непростых, мы встречаем своих друзей, и когда их открываются лица и души необыкновенные, это, ну, это огромное счастье теперь коснуться с великой душой, ну, вот, например, как Вадима. Я, наверное, буду заканчивать, потому что так много рассказано, что могу сказать. Война была жизнью Карла, творчество было спасением Вадима. Две судьбы разделены десятками веков. В 800 году, в день Рождества Христова, папа коронавал Карла, как короля Франков, и в 2011 году на Рождество Христово в возрасте 44 лет этот мир покинул скромный и невероятно талантливый драматург, режиссер Вадим Ливанов. Человек, который оставил после себя около 40 пьески на сценариях, грузаические произведения. Человек, который дал российскому театру много известных имен, и собравши вокруг себя, ну, я думаю, что самых ярких драматургов, режиссеров, это большое счастье, что он многих из них меня познакомил. Меч и крест, цифра 8 и две четверки присутствующие в судьбе и того и другого, черная птица величия или проклятия в судьбе и того и другого, медведица, как предчувствие русской земли и тяжелой судьбы патриарха, трон власти, инвалидное кресло, от которого он так не смог оторваться. Незадолго до своего ухода Вадим мне приснился снова, это было такое разряженное пространство, и он был там, покрытый таким белым покрывалом, чего не было ни земли, ни неба, и, знаете, он был такой божественно красивый, умиротворенный, он ничего не говорил, просто посмотрел на меня своими большими прекрасными глазами и рассыпался в золотую пыль. Я думаю, что путешествие в Вадим продолжается где-то на блаженных планетах, где нет ни страданий, ни боли, ни несчастья. И благодарю судьбу, что она познакомила меня с ним. Вот как-то так.